В этом видео я покажу, как отслеживать товар, заказанный на сайте Алиэкспресс. Для этого нужно перейти в Мой Алиэкспресс и выбрать раздел Мои заказы. На этой странице отображаются товары, которые вы заказывали, и здесь же можно взять номер, по которому и отслеживается товар. Давайте выберем какой-то товар и попробуем его отследить. Этот нам не подходит, потому что он еще не отправлен. Видите, ожидается отправка, а вот следующий уже отправлен. Это телефон, который я заказывал позавчера вечером, и сегодня днем я уже увидел, что он отправлен. Это довольно-таки быстро, учитывая то, что я просил продавца установить мне глобальную прошивку на телефон. Кстати, о том, как я заказывал этот телефон, я снял видео. Оно называется «Заказ и оплата товара». Оно находится в плейлисте «Навигация по Алиэкспресс» и находится прямо перед этим видео. Если вы не видели и вас интересует, то можете посмотреть. Для того, чтобы отследить товар, нужно перейти по этой ссылке подробнее. Нажимаем и открывается новая страница. Тут информация о товаре и о заказе. И здесь ниже видите номер отслеживания. И вот ниже сам этот номер, который мы копируем. И для того, чтобы отследить по этому номеру, есть специальные сервисы, которые вы можете сами найти в поисковике, задав запрос «Отслеживание товара». Можете перейти на любой сайт, выбрать, который вам больше нравится. Ну а я покажу два сайта, которыми пользуюсь я. Первый из них называется «Где-то едет». Ссылки на эти сайты есть в описании под видео, так что можете пользоваться. И здесь на главной странице есть поле, где нужно ввести этот номер. Я его скопировал и вставляю. И нажимаю на «Найти отправление». И вы видите, что здесь написано «К сожалению, на почтовых сервисах нет информации о данном отправлении». Но я знал, что будет такая информация, потому что я просто хотел вам показать, чтобы вы не пугались, если будет у вас такое. Дело в том, что первые 2-3 дня еще не будет нигде информации о вашей посылке. Поэтому вы не пугайтесь, это нормально. А когда на первом же отделении почты, в данном случае в Китае, внесут в базу данных ваш товар, тогда он будет отображаться уже здесь и на других сайтах, где вы будете проверять. Давайте я покажу на примере другого товара, который я уже раньше заказывал. Вот держатель для телефона. Нажимаем «Подробнее». И берем этот же номер и вставляем его здесь. «Найти отправление». И вы видите, отправление с Китая в пути 4 дня. И здесь ниже отображается информация, куда он прибыл, откуда отправился. Здесь видите экспорт из страны отправления и какие-то китайские иероглифы непонятные. Это потому, что он, естественно, еще находится на китайской почте. Когда он уже будет в России, в российских почтовых отделениях, тогда будет отображаться информация на русском языке. Будет информация, в какой город он прибыл. Можете это все отслеживать и видеть его путь к вашему почтовому отделению. Справа отображается адрес почтового отделения, куда должен прибыть товар. Не ваш адрес, где вы проживаете, а именно адрес почтового отделения по индексу, который вы указывали при заполнении адреса доставки. Давайте теперь посмотрим еще один сайт. Это сайт почты России. Здесь тоже можно отслеживать товары. Нажимаем вставить. Это же трек-номер. И вы видите, что товар в пути. Но тут не указывается дни, сколько он дней в пути. Просто в пути. Отправка из Китая. Принято в отделении связи. Тоже здесь будет информация о его пути, какой город прибыл, когда прибыл на таможню, когда ушел с таможни и так далее. Давайте я вам еще покажу на примере. Вот, допустим, я заказывал очки нулевки, которые я уже получил. Но я сейчас возьму трек-номер и покажу, как отображается, когда товар уже прибыл. Так, вот этот трек-номер. Нажимаю и ввожу здесь. И вы видите, даже показывается на карте адрес почтового отделения. Адрес этого почтового отделения, даже в рабочие дни, телефон. И вот информация о его пути. Выпущена таможня, передана в доставку по России и так далее. Вот так вы можете отслеживать товар и знать, где он находится и когда он прибудет в ваше почтовое отделение. Даже если вдруг ваша почта не уведомит вас о том, что вам пришла посылка, вы об этом узнаете. Вот таким способом. Ну, на этом все. Встретимся в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!